Мы начинаем объявленную конференцию, правильно, которая имеет очень такое название, серьезное, а именно мы хотим провести диалог, заголовок которого, в чем состоит будущий вклад иудаизма в мировую цивилизацию, ни больше, ни меньше. Итак, озвучивать эту тему будут несколько выступающих. Из них первый – доктор Урий Гершович. Всем добрый вечер. Я, честно говоря, не ожидал, что это будет какая-то большая история. Думал, просто соберутся три-четыре человека на кухне поговорить. Действительно, заголовок выглядит несколько грандиозно и для меня не очень понятно. Дело в том, что я не знаю, что такое иудаизм. Не знаю. Непонятно, что такое иудаизм. Иудаизмов очень много, самых разных. Я знаю о многих группах людей, которые исповедуют иудаизм, декларируют, что они исповедуют иудаизм. И при этом они очень разные с точки зрения культурной, с точки зрения идеологической, с точки зрения даже мифологемы основной, которая у них является базисом. С некоторыми из этих групп я, как бы, ближе по отношению к некоторым группам. Я очень далек от них и так далее. Поэтому говорить о вкладе иудаизма в мировую цивилизацию я, честно говоря, не могу. То есть я не понимаю, что это такое. Сейчас я отключу телефон. Да. И поэтому мне кажется, что единственное, о чем можно, может быть, говорить, это об источниках каких-то, которые так или иначе связаны с иудаизмом и о их использовании. То есть, например, то, что написано в анонсе, что христианство, ислам и так далее, многое взяли. Ну, действительно, Танах, мы знаем, Танах повлиял на мировую цивилизацию и продолжает влиять определенным образом. Если говорить о каких-то других источниках, то на самом деле мне, как человеку, который изучает еврейскую мысль, сложно найти источники, которые были бы оригинально иудейскими. Они почти все, на самом деле, являются скорее ответом на какие-то вызовы их мировой цивилизации, нежели тем, что влияет на эту самую мировую цивилизацию. Ну, может быть, можно сказать о кабале, как неком оригинальном тексте. Но кабала уже влияет довольно давно на, можно вспомнить, о христианской кабале, начиная с 15 века. Есть сегодняшние попытки популяризации кабалы и распространения ее на, так сказать, народы мира, с точки зрения некоторых удачной, с точки зрения некоторых неудачной. И единственный корпус, который на самом деле не задействован, а скорее исключен мировой цивилизацией из своего рассмотрения, это как раз Талмуд. Ну, и, может быть, комментаторская традиция. Талмуд сжигался, начиная с 13 века, периодически с Талмудом ассоциируются самые неприятные ассоциации, да, у, так сказать, христианских авторов, у мусульманских авторов, да, которые тоже начинают критиковать Талмуд, начиная примерно с 10 века. Но, и поэтому мне кажется, что вот Талмуд как раз это тот источник, действительно еврейский источник, который на самом деле как бы остался в каком-то смысле вне поля зрения мировой культуры. Но, с моей точки зрения, он остался вне поля зрения не только мировой культуры, но и еврейской культуры тоже. Поэтому я назвал свое маленькое выступление «Открыть Талмуд». С моей точки зрения, Талмуд до сих пор не прочитан и еврейской культурой в том числе. Что я имею в виду? Я имею в виду определенный подход к Талмуду, который начал складываться в эпоху Гаонов и дальше, когда Талмуд рассматривался как некий источник, из которого извлекается Аллаха. И соответствующая комментаторская традиция, она по большей части занимается тем, что мы условно могли бы называть аллахической стороной Талмуда. Но Талмуд на самом деле это не Аллаха. Талмуд это и Агадай Аллаха. То есть на самом деле этот текст очень сложно устроенный. И лишь в последние, может быть, лет 50-60, исследователи талмудической литературы стали обращать внимание на то, каким образом устроен Талмуд. То есть я не тешусь, а мыслю, что Талмуд может оказать влияние на мировую культуру с точки зрения содержания Талмуда. Содержание Талмуда мало кому будет интересно из народов мира, я думаю. Но вот формальное свойство Талмуда, а именно способ смыслостроения, который мы можем обнаружить в Талмуде, это, мне кажется, то, то, что как раз могло бы и должно, во-первых, быть открыто еврейской традицией или еврейскими исследователями. Ну, теми, кто изучает Талмуд, не обязательно должны быть еврейскими. И, соответственно, это, с моей точки зрения, может серьезно повлиять и на мировую культуру. Что я имею в виду? Я имею в виду особый способ смыслостроения, когда я говорю об особом способе. Я его называю дискретный текст. То есть текст Талмуда состоит из маленьких, в общем, мозаичных эпизодов. Эти эпизоды связаны между собой, как при пристальном рассмотрении выясняется, определенными формальными связями. То есть, другими словами, мудрецами Талмуда был изобретен своеобразный язык. Где кубики, фрагменты, высказывания тех или иных мудрецов, они по определенным правилам собирались в некие композиции. И вот этот способ, способ такого рода смыслостроения, он совершенно отличен от того, что мы имеем в европейской традиции, в европейской культуре. И он, может быть, мог бы как раз произвести, если не фурор, то, по крайней мере, он мог бы оказаться чрезвычайно интересным с точки зрения формальных вот таких вот отношений. Я продемонстрирую это на простом. простой такая у меня презентажка простая. Повествовательный текст, с которым мы обычно имеем дело, он устроен следующим образом. У нас есть определенные субъекты. Они у меня здесь обозначены А, Б, Ц. И каждому из этих субъектов приписывается некоторое количество предикатов. Они описывают состояние этого субъекта. Дальше этот субъект трансформируется по ходу повествовательного текста. Например, вырастает, или влюбляется, или умирает, или с ним что-то происходит. И происходящее описывается, собственно говоря, вот этими самыми предикатами. По сути дела, то, что является двигателем повествовательного текста, это как раз и есть вот эти самые предикаты. Они определяют трансформацию субъектов. Или субъектов. У меня здесь три их, но их может быть больше. Что происходит в дискретном тексте? В дискретном тексте происходит нечто иное. У нас есть вот такие блоки, замкнутые, в которых, ну, в данном случае я обозначил один субъект. Их может быть тоже несколько в каждом блоке. Но следующий блок, это совершенно другой субъект. В первом у меня, ну, то, что обычно называется в огороде Бузина в Киеве дядька, вот именно так это все и выглядит. В первом блоке у меня один субъект, а во втором блоке у меня другой субъект, а в третьем вообще иной. С каждым из них что-то происходит. Если я пытаюсь этот текст читать, то что, собственно говоря, у меня получается? Либо я говорю, что этот текст не связанный. Отношения между А и Б, я это обозначил такой, вот видите, косой чертой. То есть они не связаны между собой, это просто мозаик. Так, собственно говоря, по большей части отнесутся к Талмуду. Ну, многие по сей день. Второй вариант. Я могу сказать, что А в каком-то смысле та же действия на Б. то есть является некой метафорой этого самого Б. Или противоположностью. То есть если в огороде Бузина в Киеве дядька, я могу сказать, что Бузина и дядька это субъекты, которые вступают в отношения либо тождества, либо противопоставления. В таком случае предикаты, которые описывают их, они теперь играют роль не двигателя сюжета, а того, что позволяет мне либо отождествить эти субъекты, либо противопоставить их. Что получается? Получается, этот дискретный текст устроен так, что он информативно гораздо более полный, чем повествовательный текст. То есть то, что Фома Аквинский описывает предположим в целом топе своего произведения в Талмуде мы можем найти на одном листе. Почему? Потому что на самом деле вот эта метафорическая ось, которая оказывается в дискретном тексте невероятно нагруженной, в отличие от синтагматической оси, которая, собственно говоря, является ответственной за связи между разными состояниями субъекта, она вызывает некоторый своего рода информационный взрыв. уследить за этим текстом гораздо сложнее с одной стороны, но если человек к этому привыкает, то его способ, с помощью которого он мыслит, становится совершенно иным, нежели вот этот привычный нам построенный определенным образом повествовательный текст. Вот, собственно говоря, это то, что, с моей точки зрения, можно открыть в Талмуде, и есть целый ряд работ по этому поводу, которые направлены на это, в том числе есть и мои какие-то статьи по этому поводу, есть книга, которую мы с Аркадем Кавельманом издали, и я пытаюсь каким-то образом рассказать вот об этом типе смыслостроения в основном людям творческих профессий, то есть тем, кто занимается искусством, и мне кажется, что вот этот вклад, он как раз может быть вкладом в области искусства. Ну, и не могу сказать, не могу похвастаться большими успехами, но кое-какие успехи есть, есть такой в Москве режиссер Борис Юхананов, который разрабатывает процессуальное искусство и использует вот тот способ смыслостроения, о котором я сейчас рассказал. Есть режиссер такой Александр Шейн, который сейчас делает проект, он устроен вот таким вот образом, видите, это разные графы, композиции, дискретных композиций, на которых построены определенные кинозарисовки, которые устроены вот таким разным способом, такой хиазм, сякой хиазм, разные типы композиции, которые на самом деле мы встречаем в том числе и в Талмуде. Все, я, собственно говоря, закончил свою речь. Ури, большое спасибо, и я думаю, давайте все-таки сначала перейдем ко всем докладчикам, а уже потом будем вопросы, потому что начал просто не успеем. Илья, мы тебя слушаем. Да, большое спасибо. Я, во-первых, очень согласен с репликой последнего пяти, что, может быть, стоит потом каждую из выступлений рассмотреть более подробно, потому что вопросы есть, у меня есть вопросы к Куре. я буду продолжать то, что сейчас говорю о Ури, хотя у него очень компактное, конкретное, так сказать, выступление, высказывание, но оно в абсолютно ту же самую сторону. Значит, я как раз начну совсем с глобального, что, я думаю, все от меня, собственно, и ожидают, значит, с общего вопроса. Я хочу, то есть, в этом случае нести уточнение, я назвал так свое выступление «Изучение Торы это исследование проблем современного иудаизма по отношению к современному состоянию еврейского народа мира и страны Израиля». То есть, иными словами, я, основной мой призыв тоже просто учить Талмуд Тара, изучение Торы, но изучение Торы не только как некоторой абстрактной какой-то области, занимающейся какими-то, так сказать, духовными, абстрактными или там какими-то другими отвлеченными вопросами, но и в некоторой связи с современным состоянием мира. Вот, и в этой связи, чтобы тоже быть компактным, я почти завидую Юрию, который умудрился за такой короткий момент, видимо, это он использовал метод Талмуда, значит, сказать так много, попробую своим методом сказать много в очень короткой реплике, я начну с определений. Значит, я хочу ввести три понятия, значит, и хотя эти определения может быть недостаточно точны, но все-таки они дают векторы к этим трем понятиям юдаизм, евреи и Израиль. Значит, Юрий сказал, что он не знает, что такое юдаизм, я думаю, никто не знает, что такое юдаизм, я тоже, но все-таки общее определение, например, такое, что это система мировоззрения и практик в рамках еврейской цивилизации. Очень общее определение, все-таки оно дает нам некоторое понимание того, о чем идет речь. Евреи – это народ потомков людей, которые исповедовали иудаизм или которые приняли на себя исповедование иудаизма. Потомков, как известно, по женской линии, но это сейчас не так важно. И, наконец, Израиль – страна евреев и иудаизма. Вот эти три, ну, не совсем определения, но все-таки понятия, да, если на них их посмотреть, то сразу же мы видим огромное противоречие между ними, потому что мы узнаем, что подавляющее большинство или большинство евреев не исповедуют иудаизм в настоящий момент, они как бы могут либо вообще быть одифферентными ко всему к религии или к иудаизму или иметь какие-то другие мировоззрения, они не изучают Тору, не исповедуют иудаизм и так далее. Это некая фактология. Таковыми является большинство евреев как в Израиле, так и во всем мире. Вот. Далее на самом деле большинство времени своей истории евреев жили вне того, что называется страна Израиля, а в диаспоре и в настоящий момент тоже большинство евреев находится чуть-чуть больше половины вне Израиля. Вот. И в этом смысле тоже как бы здесь возникает противоречие. Наконец то, что даже те люди, которые исповедуют иудаизм в настоящее время, если попытаться проанализировать и понять, действительно ли они исповедуют иудаизм, то есть действительно ли иудаизм, резкая традиция, Тора, я очень не люблю измы, в том числе иудаизм, в этом смысле мне крайне неприятно даже произносить, но лучше говорить Тору. Так вот, подавляющее большинство даже суперортодоксальных евреев практикуют некоторый очень-очень ограниченный аспект Торы. Это совершенно очевидно при внимательном моменте. Они, конечно, провозглашают, что они полностью всю Тору исповедуют или практикуют на самом деле очень маленькую ее часть, а подавляющее большинство их то есть они относятся либо к каким-то прагматическим, либо к мировоззрениям другим. Более того, я возьмусь даже утверждать, что, например, христианство и ислам настолько глубоко проникли, я уж не говорю про языческие разные, так сказать, мировоззрения, проникли внутрь еврейского мышления, внутрь еврейской культуры, что очень трудно даже понять, где, кто, что именно исповедует. То есть, иными словами, между этими тремя элементами имеется колоссальный совершенно разрыв. И этот разрыв, он все-таки динамичный, то есть, несмотря на то, что это три разные вещи, они все-таки как-то между собой взаимодействуют, все-таки большинство евреев, как бы, если их так прижать к стенке, скажут, что все-таки иудаизм им чем-то ближе, чем какие-то другие религии и так далее, но тем не менее разрыв колоссальный. Так вот, в те моменты, я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь изучал такую социодинамику, чтобы понять, в какие моменты социальная система взрывается. Но на практике мы знаем, что, во-первых, за протяжение двух тысяч лет еврейской истории мы потеряли подавляющее большинство, 90 процентов, я уверен, не менее представителей этого иудаизма, то есть евреи, которые полностью ассимилировались, исчезли. И были моменты, когда это угрожало реальному физическому существованию еврейского народа. И последние такие моменты происходили последние два столетия. И хотя, благодаря разным моментам, в том числе созданию государства Израиль, сейчас угроза прямой, что вот иудаизм, еврейство просто исчезнет, вроде бы как нет, тем не менее вот очень сложный кризис внутри мы переживаем. И поэтому я считаю, что единственное, кто может как-то пытаться и более того имеет внутреннюю обязанность это делать, значит, пытаться разобраться этим и как-то найти новый консенсус в плане Торы. Я предлагаю, естественно, не просто там реформировать Тору, как пытались сделать это лобовой метод, который пытались сделать реформисты там, скажем, или еще кто-то в начале 19 века. Но на самом деле, да, можно сказать отчасти, да, реформировать Тору, то есть реформировать в смысле пытаться внутри самой Торы искать новый консенсус, который вернет нам, значит, я думаю, для всякого интуитивно ясно, что многие евреи, которые даже не соблюдают ни одной заповеди, все равно остаются евреями. А на каком основании мы так думаем, если они не соблюдают никакие заповеди, если это они уже представители как бы другой религии или не религии вообще, или чего-то еще. Значит, но тем не менее, интуитивно, я думаю, большинство евреев понимает, религиозно в том числе, что не соблюдающие евреи тоже евреи. Следовательно, они часть той же самой цивилизации, что и мы. Но почему они не соблюдают, почему они не изучают Тору? Потому что, видимо, не хотят, им это не нравится, и так далее. То есть, у нас имеется некий внутренний разрыв. И мне кажется, что необходима обязанность соединить все и как-то взаимодействовать и изучать, это огромный совершенно вызов по отношению, в первую очередь, к лидерам, к интеллектуалам, к тем, которые, да, изучают Тору, или которые как-то иначе к этому, но двигаются в этом направлении. Вот. Эта задача есть, и ей нужно заниматься. Я понимаю, что все мы такие скромные, говорим, что зачем нам такие большие задачи, вот каждый, я там изучаю хасидизм, я изучаю Талмуд, прекрасно, именно это я имею в виду, я не говорю, что нужно что-то другое делать, но все-таки нужно отдавать себе отчет, что есть колоссальный совершенно вызов цивилизационный. И у меня в этой связи есть некоторое политическое предложение. Вот. Дело в том, что Рабштейн Зайц, который является учителем и моим, и Ури Гершовича, и многих других собравшихся, значит, он, пытался собрать Сан-Эдрин, то есть, некоторую группу людей, которая будет, так сказать, устанавливать новые законы, которые будут, и так далее. Эта задача, конечно, оказалась нереализуемой по очень многим причинам. Но, в первую очередь, потому что современный иудаизм к этому совершенно не готов. Но мне кажется, что Израиль к этому не просто готов, а абсолютно, это абсолютно необходимая внутренняя потребность. Потому что, когда говорят про, значит, взаимодействие разных митвей власти там, или там какими-то, не знаю, перемычками, растяжками и так далее, которые будут нас избавлять от дезарного какой-то системы, это абсолютно правильная мысль, она идет как бы из глубины нашего, нашей культуры, она не идет от каких-то политиков. Но ошибка состоит только в том, что это должно быть взаимодействие каких-то очень односторонних судей с каким-то тоже не менее односторонним Кнессетом, а должна быть другая какая-то, другая перемычка. И в этой связи я предлагаю нам, здесь собравшимся, создать вторую палату Кнессета, которая будет что-то типа палаты ученых, но ученых во всех смыслах, которая будет выбираться прямым голосованием всем народом. То есть, грубо говоря, будут выбираться из всех там евреев, арабов, там не знаю, кого угодно, из альтян, светских, религиозных, таких и сяких, будут выбираться какое-то количество людей, например, там 70 или 20 лидеров, которым есть чего сказать, которые есть о чем подумать, которые могут представить точку зрения своей части спектра израильского общества. И вот эта вторая палата, которая должна заниматься не попытками руководить министерствами, что абсолютно абсурд, а действительно попытками думать и высказывать и искать мнение, она очень важна, и может быть, она как раз могла бы стать некой альтернативой так сказать политикам, чистым политикам, которые на самом деле руководятся исключительно политической целесообразностью, а не каким-то учением или каким-то знанием, и даже не идеологией, потому что, как известно, все эти политики очень продажные, меняют свою идеологию там, как перчатки. А вот эти люди, которые, в общем-то, не будут заинтересованы и, может быть, избирать на какой-то срок, они могут составить такой сан-эдрин еврейского народа, то есть, вот какую-то такую группу, которая будет заниматься продумыванием, обсуждением, которые готовы часть своего времени уделить этому. Но в любом случае, я считаю, что необходима внутренняя трансформация иудаизма, которая бы соответствовала современному состоянию мира, и, конечно, она может быть только на основе всей традиции еврейской, всех интеллектуальных достижений, торы... Ну, опять, поднятых рук нет. У меня есть возражения к тому, что сказал Илья. Нет, если это по ходу дела, я думаю, что это было живля. Вполне скажи, вполне скажи. Не настаиваю, чтобы... Да, возражения у меня такие. Значит, Илья говорил о трансформации иудаизма, которая должна происходить сейчас. На мой взгляд, эта трансформация, она противоречит понятию сангидрина, потому что сангидрин – это тот, кто устанавливает, устанавливает, что такое иудаизм с точки зрения галахи. И если это установится, то есть было невозможно. Изменение возможно только в теперешней ситуации, когда нету никакого центрального органа, который это устанавливает. Порой, значит, это, на мой взгляд, содержательный обсуждение глубоких тем, философских и других, невозможно, ни в каких рамках выборных. Кто говорит, значит, тот того слушает, а здесь какие-то выборные рамки здесь абсолютно не подходят. Вот. Это мои возражения, Илья. Илья хочет мне возражаться, а я еще хочу добавить еще нечто совсем не по теме. тогда потом, тогда, если не по теме, тогда в конце львов пишет. Хорошо? Окей, я прошу прощения за начавшуюся жесткость. Хорошо? Ну, все, Илья, как бы это было, это не прямой вопрос, это было некоторое дополнение. Ты неогласна отвечать. Продолжаем, а мы с Борей потом когда-нибудь. Окей, замечательно. Ну, хорошо, все. Вот мы несколько меняем наш план заседания, потому что Иглом просил выступить третьим, и, соответственно, дорогой Иглом, у тебя тема такая, еврейство центробежное центростремительное двоеточие обмен отвернутыми идеями. Я думаю, что я озвучил правильно. Продолжаем Иглом, если ты на связи можешь говорить, мы тебя с радостью будем слушать. Подай голос, пожалуйста. То, как озвучил мое название Натану абсолютно правильно, так я это записал со своих мыслей, но сам несколько сомневаюсь в том, что это определение однократное. Я надеюсь, что после рассуждения будет понятнее, как стоило бы это выступление назвать. и прежде всего я хочу определить область, которой мы занимались. Вроде бы изначально заданная тема это, что евреи могут дать народам мира или что дают народам мира. И если внести к более общему трезису, как относятся евреи и народы мира. Двое предыдущих докладчиков сделали замечательные вещи. Вот Илья предложил обсудить, как там построить Россию, то есть Израиль, то есть весь мир. Это некоторая глобальная идея, глобальная задача, совершенно интересная, но я так думать не умею. Я не очень могу сказать, что нужно сделать, чтобы все равно стало хорошо. о том, что именно он делает в качестве такого вклада евреев в глобальную культуру и творчество. Это безумно интересно на самом деле, и у меня вызывает глубокое исключение, но у меня такого представить нечего, и поэтому я могу поговорить только о том, что есть, не о том, что мы можем сделать или делаем, а о том, как соотносятся евреи с своим нееврейским окружением. Точнее говоря, микро-мир евреев просто, то макро-мир человечества, в котором мы сейчас говорим. И это в общем значит непростая, потому что евреи плохо умеют обращаться к свежим миром. В традиционном еврейском восприятии Гоя царство скорее всего тотально отторжено. Вот если проследить источники, еврейские источники, которые говорят о народах, скорее всего практически всегда в коннотации с Гоя негатива. в худшем, скажем, более грубом случае говорится о абсолютно превосходстве евреев на всеми остальными, в более смущенной ситуации о том, что евреи и прочие народы представляют за себя совершенно разные человеческие информации. В любом случае эти изнутри эти отношения исключительно конфликты. И собственно на протяжении разных обоих, особенно в новейшее время, с началом поступления, посвящения и прочего, один из способом решения вот этой проблемы еврейского нефтимизма по отношению к народам, стояла ассимиляция. Ассимиляция это предельная форма, самоотторжение, отказ от еврейства и таким образом снять напряжение между еврейским и неюльским. Собственно, ассимиляция это может быть разное, это может быть индивидуальная ассимиляция, в чуждой культурной среде, это может быть групповая ассимиляция, даже государственная, быть таким же народом как другие народы, построить государство, которое такое же, как прочее государство. И это вполне, как я видел, вполне работающая модель, вполне себя сформировалось светское нерелигиозное еврейство, которое воспринимается именно как еврейскую общину, особенно хорошо видно в Штатах, предыдущая попытка германская закончилась катастрофой, но это все равно не должно перетеркивать как метод, но есть еще внутри самого еврейского дискурса, не дискурса, мышления, размышления этой темы есть некоторое очень интересное решение этого предстояния, снятия этого предстояния. происходит она собственно из медрашей и превращается в наценок и в зорь, в дезорь. Так вот, есть некоторое мифологемы, очень важное, которое разрабатывается в общем пятернадцатилетия примерно десятилетия как минимум где-то на полях сознания, но при этом становится очень важным европейтическим моментом, идея о том, что народ израиль это и есть народ имени. Собственно, это классический медраж о том, что у каждого народа есть свой ангел, который за него отвечает, а у Израиля нет ангела, потому что ангел Израиля это сам всевышний, и вот в этой мистической пройдине понимается это несколько иначе. У народа Израиля нету одного единого ангела, потому что все элементы человечества только есть, то есть все силы всех различных ангелов в оскламленной степени присутствуют в уявлении. и все те негативные качества, которые евреи относятся к народам мира, они на самом деле присущи самому Израилю тоже. У народов они выражены и гипотографированы, у Израиля оставлены из-за взаимовлияния всех 70 народов с их качествами, но в принципе все народы можно найти в себе, и поэтому в конечном учете в миссиатскую эпоху Израиль народа как-нибудь говорят, так или иначе, причем некто стратегически не по Рамбаму и по рензимагических мнениях, не в качестве подчинения, а совсем совсем по-другому. Так вот, эта идея, она проектируется не только вовне на отношения с народами, но и внутрь народа Израиля, который стоит в стране в состоянии договориться друг с другом. Собственно, всю еврейскую историю евреев, еврейскую обществу, как каждую отдельную обществу, так и глобальную еврейскую цивилизацию, постоянно разрывают непримиримые противоречия. И, несмотря на это, евреи, как некоторая довольно странная пеноминатная обществ, продолжают существовать. В большой степень благодаря тому, что мы научились самое глубочее внутреннее противоречие воспринимать как часть этой самой обществы. Известный анекдот о том, как в Синогонье спорят стоять и сидеть во время СМА, определенные молитвы, и Равин объясняет в гости, что закона ни того, ни другого нет, но обычный спорить по любому поводу, он всегда есть, и это самое главное. В отношениях с народами мира евреи в эпоху постпаталстрофы научились переходить в состояние махлопска, то есть некоторого смысла образующего спора. И обнаруживая истоки этого спора в самих себе. В какой-то степени это, я сейчас не говорю о отношении народов мира к Израилю, это совсем другая тема, и в данном случае она нас не интересует. Вот состояние полипонии, причем полипонии нередко к паничности, испорченой, спора далеко не всегда конструктивного, но часто разрушающего, который сам по себе оказывается конструктивной основой для выстраивания личности, общности и так далее, а также для отношения с другими внутренними снаружи. это некоторая ценность, которая чрезвычайно важна, и мне кажется, что играет не в то же малую роль не только в развитии еврейства, но и в формировании мировой культуры нового, новейшего времени. и тут я еще скажу несколько слов о том, что поместил в заголовок, дело в том, что вытисленные идеи, дело в том, что очень часто многие идеи, родители внутри Тора, внутри еврейского мышления, как бы его ни называть, оказываются совершенно неприземлемыми для самого еврейского общества из-за экстремальности, антикроничности по тем или иным причинам. Зачастую эти идеи вместе с их носителями или создателями вытесняются во время. Спиноза, Маркс, Фрейд, такие хрестоматичные примеры, на самом деле таких пример множества, и эти самые вытисленные идеи каким-то образом реализуются, обдумываются, результаты внешнего, потому что у них все есть примеры, после чего они оказываются приемлемыми для евреев именно в качестве идей представителей ХСБ. и по моему ощущению происходит также и противоположный процесс. Идея, неприемлемая в цивилизации их умены, христианский, мусульманский, западовосточный, впитываются еврейский дисперско-динамической цивилизацией, перерабатываются и потом в той же степени воспринимаются глобальные цивилизации уже в качестве еврейских людей, хоть в еврейском мире они лишь вызревали и приобретали четкие чертами. Ну вот, мне кажется, что это очень важные модели взаимодействия, я их хотел не предложить, а именно что и писать. Мне кажется, что это таким образом работает. Большое спасибо. Мы говорим о моральной основе для закона, и под законом я не веду государственную юридическую систему. Вот. Ну, почему вот такая идея? Для начала посмотрим, что у нас есть у Евреев. Значит, как известно, я слышал от Дана Шапира, главный еврейский вопрос, это что делать? Против ложность вопросом, во что верить, и кто главный других религий. Вот. И что значит, что делать? Просто морально, что делать морально, что нет. Вот. И это дает моральную основу для закон. И дальше я сейчас хочу поговорить о том, почему это сейчас так необходимо человечеству. Вот. Первая тема, значит, зачем это нужно, значит, что наказания недостаточно, потому что всех не накажешь. Что для того, чтобы общество функционировало, нужно, чтобы нарушений было мало, чтобы люди, соблюдая законы, изобретенные наказания, по каким-то другим причинам, эти причины должны быть моральны. Вот. И нужно, чтобы юридическая система была воспринимливой. О чем речь, чтобы полиция, суды, свидетели вели себя честно, а не ради своей собственной выгоды. Ну, тем, кто знает Россию, это должно быть, важность, это должно быть очень понятно. Вот. Ну, и сейчас вообще эта самая идея звучит смешно, а еще 50 лет назад в Зубтном мире с этим было не идеально, в общем, неплохо. Вот. Это первая линия. Вторая линия состоит в следующем. Значит, здесь я следую за Принхом фонда экономиста Нобелевский муриат, кажется, 74-го года. Главная идея, которая, если я очень коротко, состоит в том, что справедливость не решается большинством голосов. Какое имеет отношение к нашей теме? Вот. Он написал книгу, называется «Право законодательства свободы» в трех томах. Здесь какие-то вопросы есть, или Наталья, что-то не вижу вопросов, или которые, если я их не вижу, почему у меня компьютер звенит? Нет? А мне вообще слышно, Наталья? Нет, пока вопросов пока к тебе нет. Окей, хорошо. Потому что у меня компьютер звенит, а не вы, почему? Нет проблем, я тебе буду озвучивать, если будут вопросы, или поднимать палец, и будут сказали новости. Окей, значит, он написал книгу в трех томах, в начале «Право законодательства свободы», есть очень хороший русский перевод, в которой он, одно из вещей, которое он объясняет, что есть вообще в юридической системе два принципиально разных вида законов. Первый – это закон о том, какое поведение справедливо, честно, а какое – нет. Это называется закон законников, по-английски «law is laws». Это одна категория. Вторая категория – это административные законы, законы о том, на что полномочена исполнительная власть. Вот. И тезиска в том, что законы о справедливом поведении не могут решаться парламентом, они не могут решаться большинством голосов, потому что правда и справедливость не решаются большинством голосов. кто же должны их решать? Их должна решать судебная система, которая пользуется традиционными для своей страны традиционными принципами и вносит, кроме того, еще вносит самосудебная система, вносит в это законодательство своей страны изменения в соответствии с жизнью. Это тезис фон Хайка. Вот. Но опять-таки эти принципы, которые, согласно которым судебная система формурует именение законодательства, они должны иметь предметом согласия в стране. Вот. Малкий дисклеймер, что все-таки не является возражением против всех нас волнующей юридической реформы, потому что принципы, по которым судят современные юридические системы израиля, они в Израиле не являются общепринятыми. Это собственно причина. Больше не буду такой злобедня говорить, но необходим дисклеймер. Ну вот, Хаек, он в своей книге построил модель, как устроиться это. Человек был совершенно нерелигиозный, поэтому всякие религиозные юридические системы, значит, они были для него неприемлемы. Даже было даже утверждено, что законы не должны исходить от высших сил. И должны исходить из традиций народа. Ну и в начале 70-х годов, 1970-х, он еще мог надеяться, что в монолитных национальных государствах возможно такое согласие. Но с тех пор стало совершенно понятно уже в конце 70-х. Я думаю, стало понятно, что это абсолютно невозможно, потому что общество большинства стран, по крайней мере западных разорваны и западных Россия разорваны принципиальными противоречиями. Поэтому, если хотеть иметь моральную основу для закона, которую хочет Фон Хаек, он объясняет, что абсолютно необходимо для правильного функционирования экономики, то на мой взгляд эту самую моральную основу закона придется выбирать. Ну, значит, и раньше в большинстве стран моральной основой для закона была религия христианства и страны в западных и ближневосточных странах. И сейчас у обеих этих религий есть с этим принципиальные кризисы. У христианства на западе есть флирт с моральным волютеризмом. Я не очень готов обсуждать эту тему более глубоко, но понятно, что такой флирт есть. Христианство в России воспринимается к имперской религией. Я сейчас не говорю о последнем году войны, а даже еще до всего конфликта с Украиной все равно христианство в России русские националисты воспринимали как имперскую религию, и поэтому они пытались продвигать дохристианские религии равновременно. Ну вот, конечно, протеста против христианства. Вот, с другой стороны, ислама есть трудности с индивидуальными свободами, которые абсолютно необходимы для успешной экономики. Вот, опять же, если мы говорим о том, какие еще бывали моральные основы для религии, то возрождение выдавило естественную мораль, как основу для закона. Ну и сейчас уже понятно всем, что нет ни малейшего согласия, в чем состоит естественная мораль. И поэтому тоже не годится. Ну и, значит, я не упоминаю, скажем, если про Россию, то можно упоминать о том, что не нужно упоминать, какие в России еще бывали моральные основы для юридической системы. Была коммунистическая мораль, все, что хорошо для рабочего класса, то морально. Был воровской закон. Сложеницын, примерно, 30 лет назад выдвинул, пытался выдвинуть возрождение возрождение сельской общины, которая была до отмены крепостного права в середине XIX века, значит, попытался продвинуть день ее возрождения в качестве моральной основы для моральной новости, день, несложенительно, который был напечатан в газетах, не ушли дальше их, то бумаги, на которой они были напечатаны. В общем, короче, выбора нет. Вот. Ну, евреям здесь есть что предложить. У евреев есть моральная основа для закона. Вот. Моральная религиозная. Она исходит от небольшого народа, поэтому она не имперская. Вот. У евреев есть понятие о том, что является законе, который относится к неевреям, закон о семь заповедей и гномовах. Вот. Ну и это предложить можно только тем, кто не утворен своими религиями. Вот. И какие с этим есть трудности? Вот. Трудность это и в том, что сейчас пока что заповеди гномовах в последние несколько десятков лет не разрабатываются только с точки зрения индивидуального соблюдения. Что сказать человеку, не еврею, который хочет соблюдать эти заповеди. Который хочет принять еврейскую религию и не евреев, и хочет соблюдать эти заповеди. Вот. Для этого нужно совершенно, для того, что, о чем я говорю, нужен совершенно другой подход. Нужно, значит, ответить на вопрос, что предложить церепетажным лидерам народа в качестве моральной основы юридической системы, если все остальные моральные слова ему не удовлетворяют. Вот. Ну вот, на этом я, значит, и это вопрос, он совершенно не разработанный, значит, я пытался немножечко его разрабатывать, но я не равень, выдающихся равенов мне не удовольствием заинтересовать пока что этим вопросом. На этом я закончу. Окей. Если можно, если можно, я хочу такую подвести итог Бориной речи в качестве вопроса. То есть, по сути дела, что мы должны разработать сами, в чем состоит моральная основа и как мы видим их для закона системы Бнойновых именно как на национальном уровне, а не только на индивидуальном. И это то, что по Бориной мысли будет интересно тем или иным лидерам разных народов, если я правильно понял. То есть, мы должны сами разработать в чем состоит то, что мы предлагаем в Нейнох на более как бы общенациональном уровне. Правильно? Да, я хочу только к этому добавить, что еще среди прочего то, что мы должны разработать, это основа того, и как то, что мы разработаем, должно взаимодействовать с традициями самих народов. Это только они сами могут уже решить как это взаимодействовать. Мы разработаем некую основу, которую они, если хотят, они могут как-то быть. Правильно? Это основа того, как они будут делать. Мы должны им дать такую свободу. Поэтому некоторые попытки... Разумеется, что здесь даже вопрос свободы не стоит, очевидно. Но можешь ли ты такое заработать, я не знаю. Опять, я говорю, что да, я вижу, что здесь есть возможность, но я говорю, что это нужно разработать. Обманясь тем, которое нужно разработать, это то, как обосновать эту самую свободу. Потому что некоторые кодификаторы заповеди Игнанох, они, в общем, такой свободы абсолютно не оставляют. В то время, как Рафмош Фонштейн посак в 20 веке, что американское государство, оно осуществляет, оно выполняет заповедь судов из Синизападей Игнанох. Поэтому разработан я не знаю, насколько он подробно это написал. Это, в общем, все темы, которые необходимо разработать. Секунду, я скажу, объявленная тема у Элизера актуальность еврейских экономических социальных моделей в современном мире. Окей, мы тебя слушаем. Да, добрый вечер всем, рад всех видеть. Я буду чуть меньше говорить о философии и о каких-то очень глобальных вещах, парадигмах взаимоотношений евреев на евреями. Я в последние годы, так случайно получилось, заинтересовался и разрабатывал вот тему еврейских библейских моделей, да, того, насколько они вообще в социальной области, в области, в частности, социального предпринимательства. То есть, можно ли это все как-то использовать в современном мире для еврейского государства, для всего мира, чтобы, чтобы, в общем-то, какую-то из этого пользу почерпнуть. И тут такая, получается, интересная картина, что, в общем, евреи, когда мы спрашиваем, что евреи дали человечество, ну, кроме такого Библию, 10 заповедей, общие ценности, да, если это немножко сузить, то можно выделить несколько очень центральных, я еще ничего не сказал, я надеюсь, что комментарии еще не на меня, потому что я еще ничего не спешу, говорят, что-то не спешить, думаю, это если будет нужно, не смотри на комментарии. Хорошо, удивился его скорость, и тут есть несколько таких центральных идей, в общем, что, вот, что такое евреи дали миру, что повсеместно распространилось, ну, я выделил там 4 штуки, например, права человека, да, вещь довольно очевидная, или там право на отдых, да, ну, вот история про то, что сегодня у любого человека в мире есть там какой-то выходной день, неважно в какой день, это явно имеет свои корни в еврейском тексте, еврейской модели общества, или там то, что рабство это вообще плохо, или история про свободу слова, что человек должен иметь право говорить то, что он думает, даже если это противоречит мнению властей, мнению большинства, мнению, которое принято, или там, равенство полов, ну, окей, в иудаизме конечно нету равенства полов никакого, мы тут все не наивные, но там какой-нибудь Миль писал, что в иудаизме еврейское общество дает женщине такую социальную защиту, о которой не тот Миль, который философ, а тот, который экономист, о которой западный мир начал мечтать в 40-50-е годы 20-го века, то есть история про то, что у него может быть счет в банке, у него может быть имущество, у него может быть какой-то договор, дающий гарантии на случай, если там муж куда-то денется, и одна, и, наверное, самая главная, самая общая вещь это социальная справедливость, да, теперь, что социальная справедливость, есть бедные, есть богатые, и богатые должны помогать бедным, это я сейчас перевожу это на настолько примитивный язык, который можно себе позволить в 10 минут доклада, и тут очень интересная вещь, потому что западная, есть две модели основных, которые пытались реализовать в последние 200-300 лет, социализм и капитализм, ну или коммунизм и капитализм, то есть одна модель это построить такую систему, при которой каждому по, от каждого по способностям, каждому по потребностям, марксизм, другой вариант это дать полную свободу, капитализм, либерализм, те, кто зарабатывает много, заработают очень много, потому что они умеют это делать, те, кто не умеют, а что произойдет с теми, которые не умеют, мы им создадим социальную защиту, то есть мы с ними поделимся, и вот это очень слабая точка, потому что, потому что, да, мы заботимся о нуждах слабых слабых слоев населения, но при этом мы их не делаем достойными, мы не делаем их равными себе, мы о них будем заботиться, как о братьях наших меньше, это ровно то, как западная цивилизация заботится о развивающихся странах, доставляет туда цистерны с водой и придумывая, как там решать разные проблемы, делать прививки, раздавать презервативы, это все, в общем-то, делается не с позиции, не с позиции давайте найдем достойную равную роль, а с позиции давайте им поможем, потому что мы этичные, гуманные люди. И вот тут, мне кажется, есть точка для актуальности Торы, очень большая, потому что модель социальной справедливости по Торе, она совершенно иная. У человека есть поле, это на самом деле метафора любого бизнеса, в современном мире у человека есть, предположим, не поле, а компания, производящая программы, какая-нибудь программа, пишущая какой-нибудь софтвер. Это совершенно неважно, просто в древнем обществе, на языке которого пишет Тора, основной способ пропитания это сельское хозяйство, это поле, либо овца, и вот у человека есть поле, у человека есть стадо, и у него есть целый набор социальных заповедей, что он должен отделять от своей прибыли на разные нужды. И вот эти нужды, они делятся на две категории. Вот очень интересно, мне кажется, мы на это мало обращали внимания. Когда человек отделяет трумотема срод, то есть десятину и труму для Коэна и Левита, Тора нигде не говорит, какому именно Коэну и какому именно Левиту человек должен это давать. В то же время, когда человек дает просто деньги на благотворительность, по крайней мере, устная Тора, она начинает подчеркивать на каком-то этапе а не ей Ирхакудмим, бедняки твоего города прежде всего, там Санедрин после разрушения храма постанавливает, что каждая община городская обязана содержать благотворительную столовую для бедняков своего города. То есть вот эта история концентрических кругов, в котором благотворительность, она не просто разбрасывается в космос из Бронсбойта, она должна быть целенаправленной. Эта история очень важная. И это, кстати, болезнь современного западного мира, то, что очень часто благие идеи, они не сфокусированы, они не сконцентрированы в какую-то локацию, где их можно реализовать. У каждого человека... И вот возвращаясь к истории с Койном Левитом, получается, что у бизнеса, у человека, который производит какой-то продукт, у него есть две обязанности. Одна обязанность это помогать беднякам того места, где он живет, то есть того сообщества, где он живет, будь то община, город. Бедняк это, опять же, условное понятие, может быть, это не бедняк, человек, который не справляется в современном мире сам. А вторая обязанность это Койн и Левит, которого он может себе выбирать. Он может прийти в Иерусалим и дать свои первые плоды или дать свои десятины, дать свою трубу тому Койну и тому Левиту, которому он хочет их дать. Как это перевести на современный язык? Это означает, что есть некоторый налог на общественно полезные вещи. И отдавать этот налог государству неправильно. То есть содержать науку, исследования, социальные проекты через государственный механизм это самый умный, потому что там эти средства, эта прибыль, переданная на общественно полезное дело, теряет огромный-огромный свой процент в бюрократии, во всем этом делопроизводстве. А главное, государство лишено вот этой сфокусированности на конкретной локации, на нуждах того сообщества, внутри которого человек живет. Грубо говоря, бизнесмен не случайно в еврейской модели тратит деньги в той общине, в которой он живет, потому что это создает у него точку личного интереса, личной заинтересованности. Он видит плоды того, что он делает, а не просто отдает деньги в какие-то абстрактные налоги. То есть Коэн и Левит это те люди, которые делают что-то, что нужно обществу в целом, будь то ученый, будь то педагог, будь то исследование в области борьбы с раком. И здесь в этой библейской модели человеку, который зарабатывает, который создает какие-то средства, должна быть дана возможность самому выбирать, во что он вкладывается. Последний момент, который я здесь хочу обозначить, это то, что есть две модели. Одна модель это модель третьего сектора, а вторая модель четвертого сектора. Третий сектор это просто благотворительность, то, что в Израиле называется мир Амутод, мир некоммерческих организаций, которые, грубо говоря, говорят такую вещь. Государство не может решить определенные проблемы. Мы приходим, мы решаем эти проблемы, а откуда мы берем средства? Часть этих средств мы берем из государственного сектора, другую часть этих средств мы берем у частного бизнеса. И вроде бы так это все работает. А есть четвертая область, которая называется четвертый сектор социальное предпринимательство. Она говорит более хитрую штуку. Она говорит, недостаточно того, что ты просто откупаешься и отдаешь деньги, часть своей прибыли на какие-то благие дела. Ты должен лично сам бизнес должен быть морально-этическим. То есть составной частью бизнеса должно быть то, что бизнес занимается ценностными вещами. Иначе что получается? Корпорация Кока-Кола производит миллиард бутылок Кока-Колы, но поскольку в современном мире модно давать деньги, не просто модно, но практически обязательно давать деньги на благотворительность, она откупается, давая какую-то сумму на добрые дела. Вместо этого путь, по которому стоило бы пойти мировому бизнесу, следуя этой библейской модели, это человек, когда он на поле оставляет колоски, босс встречается с ирут. Это место, где благотворительный смен встречается с получателем. И этот контакт он не случайный. То, что ты видишь тех бедняков, которые, опять же, переводя это в метафору, собирают оставшиеся колоски, собираются оставшиеся гроздья. Это создает твое понимание того, какие проблемы, какие боли существуют в этом обществе. И поэтому социальное предпринимательство, когда бизнес сам по себе живет через призму заботы о нуждах общества, это намного более здоровая модель, чем бизнес, который живет по звериным законам капитализма и просто потом отстегивает в качестве индульгенции своеобразной, часть своих доходов. И интересной очень областью для применения этой модели была бы такая штука, о которой заявила Организация Объединенных Наций несколько лет назад, которая называется 17 Sustainable Development Goals, то есть целей стабильного роста. Они сказали, что до 2030 года человечество должно решить 17 основных проблем, качественное образование для всех, питьевая вода, равенство, равноправие женщины в обществе, то есть 17 прекрасных лозунгов, которые совершенно лишены вот этой локализации, перед того, что все эти прекрасные цели кто-то должен адаптировать к нуждам конкретной страны, конкретного города, конкретной общины. И вот по еврейской модели тот, кто это может делать, это хозяин поля. Это тот бизнесмен, который распоряжается вот этим своим продуктом, который он создает, выбирая сам, на какие социально значимые цели он направляет свою прибыль, и выбирая сам, и вступая в непосредственный контакт с вот этими условными бедняками, собирающими колоссия на краю его поля, понимая, что они не второй сорт. В Торе есть очень интересная фраза, не закрывай руку перед бедняком, потому что не переведутся бедняки на лице земли. То есть такое мрачное пророчество, что социальное неравенство есть, было и будет, и это не значит, что они хуже. Это некоторые правила игры. Одни люди умеют делать деньги, другие не умеют делать деньги, и они должны находиться в какой-то синергии, в каких-то отношениях друг с другом, потому что без успешных, так и без других, без менее успешных, это общество, оно неполноценно. Вот мне кажется, что в сегодняшней ситуации это очень-очень перспективное, богатое направление, в котором еврейству есть что сказать миру интернета, хай-тека, высоких технологий и миру, который пытается решать какие-то очень-очень масштабные проблемы, не умея эти проблемы конкретизировать. Спасибо. Ладно, у меня несколько введений, потом предисловия, потом введения и сама цель, которую я вижу для еврейского народа, для иудаизма. Дело в том, что сама постановка вопроса, она предполагает, что как бы мы должны влиять на мир и вот он нас будет слушать. Но я считаю, что постановка вопроса другая, что у нас обоюдное какое-то влияние и мы много получили у народов мира и у мира вообще. И сейчас мы как бы должны вернуть, потому что на самом деле у нас сейчас становление самих себя как субъекта диалога и теперь мы уже да, можем вернуть. Почему становление? Потому что только сейчас мы получили государственность, только сейчас мы начинаем быть равноправными членами, которые не были на чем-то иждивении, а у нас свое государство, своя страна, армия, айтек, экономика, промышленность, наука и так далее. И сейчас мы полноправные Когда я говорил, что сейчас мы в стадии становления, мы еще не закончили, эта стадия становления объективная, то есть нас пока еще не могли слушать, мы еще были никто. Мы сейчас начинаем становиться кем-то, начинаем становиться участником в мировом диалоге. И вот как раз то время, когда действительно надо по призыву Полонского или еще других людей сейчас же формировать какую-то идеологию, которой мы можем помочь миру. Желательно, чтобы она была основана в наших древних традициях, так как мы являемся старшим братом среди народов, мы самые старые, самые опытные и так далее. Это с субъективной точки зрения. И с субъективной точки зрения мы тоже являемся пока в стадии становления, потому что мы сами еще этого не поняли. Если вы видите, то весь диалог внутриизраильский вообще не основан на том, что мы должны что-то показать миру, чему-то научить. Мы сами там с собой спорим, мы сами себя еще не очень уважаем, мы сами еще не поняли свою роль. Поэтому с этих двух точек зрения мы только в стадии становления, но надо уже задумываться о том, что будет после того, как мы будем объективно и субъективно являться участниками вот этого диалога и что мы должны представить. И вот это уже надо формировать, так что я приветствую такой диалог, это очень хорошо. Он начался с нескольких направлений, не только вот эта вот наша лекция, еще несколько разных формах начинает об этом мыслить, и это приветствуется. Насчет источников. Первый наш лектор Ури, Ури Гершович, он сосредоточен на Талмуде. Я как раз, когда начал задуматься о этой теме, я уже давно об этом думаю, я как раз понял то, что у нас на самом деле нет никаких манускриптов и источников, которые говорят об этой теме. Тора начинается с того, что она говорит в книге Берешит, как мир был создан, как потом были проблемы и так далее, но начиная со Шмот и дальше, с книги Шмот, мы исключительно сосредоточены на национальной идее. Кроме каких-то маленьких отступлений во время Соломона, во время там есть несколько пророчеств у Исаии, Иов немножко говорит об этом, несколько из 12 пророков, но в основном нет какого-то развернутого источника, который говорит о отношении нас, евреев, к миру. Да, там Бог в общих чертах говорит нам, что мы будем светочем для народов и так далее, но развернутого ничего нет. Это Танах. То есть те книги Танах, которые относятся к третьему дому, что третий храм или третья государственность, на самом деле еще не написаны, они будут написаны и они будут относиться к универсализму. Сейчас пока этого не написано, эти источники надо написать. Талмур в этом смысле, я его очень люблю, он очень хороший, но он относится очень с опаской к Гоим, он в основном как бы боится, говорит, как надо от них ограничиваться, что с ними кушать или не кушать, как жениться или не жениться. Что он, короче, очень негативно подходит Гоим, это в валахической части, в агодической части, как сказал Ури, там тоже много сносок, но в основном они не развернуты, и да, пытался развернуть Маора, Лера, Пух, но опять-таки это еще не очень так популярно обосновано, и это еще не написано все. Это все еще надо расписать и сделать такие источники, которые можно принять как бы к действию и которые были бы практическими. Вот, поэтому источников нет. Что у нас еще есть со второго храма? Есть Филон и Бессандрийский, есть у нас там Евангелие, которые на самом деле от нас уют, да, от евреев, но они как бы это, они получили какой-то сайд-эффект, они получили какое-то такое, ну, стороннее развитие, это к нам не относится. И реформисты, пытающиеся это сделать, тоже 300 лет назад у них-то не получилось, как бы они не вошли в главное течение иудаизма, поэтому мы здесь собрались, потому что реформисты, как бы они не вошли в главное течение, и как бы к ним относиться тоже это не может. Короче, я говорю о том, что источников на самом деле нет. Фалму – это не источник в этом смысле, он источник наш внутренний, и он даст средства для того, чтобы мы установили себя как вот этот участник, о котором я до этого говорил, потому что на самом деле одна из самых больших проблем израильского народа Израиля как государства сейчас – это то, что он себя не уважает. А почему он себя не уважает? Потому что большинство евреев в Израиле не изучали ни Талмуд, ни Танах на должном уровне, ни источники, ни философские, ни логические никакие, он просто думает, что у него еще нет, что он глупый. Поэтому он обращается к разным литературам, Голливудам, искусствам и идеологиям, которые вне иудаизма. Если бы он учил Талмуд так, как надо, в обеих его частях, как логические, так и агодические, то он бы начал себя уважать, и тогда он стал бы полноправным участником этого диалога, о котором я говорил в самом начале. То есть Талмуд – это средство, он не источник для того, чтобы сейчас показать миру, что мы хотим, и как делать какие-то проповеди миру, как надо себя вести. Такого источника пока нет, мы должны его разработать. Насчет того, что диалог должен быть обоюдным, в первую очередь надо исходить от того, что мы были в Галуте 2000 лет, до этого мы были в Галуте в Египте, до этого в Абилоне и так далее, и мы не подходим к миру, как какой-то патрон походит к ученику. Нет, это очень обоюдная штука, как Бог сам сказал, что не из-за того, что мы самый многочисленный сильный народ у нас выбрал, а из-за того, что он нас полюбил. То есть у нас, да, есть своя роль, но мы не претендуем на то, что мы самые умные, сильные и так далее, мы понимаем и видим ценности в других народах, пытаемся учиться у них, взяли из них очень многое. И теперь мы хотим возвратить в эту общую копилку желательно с теми тезисами, которые мы выучили от Бога самого, потому что мы из-за того, как народ, Бог нас полюбил, и мы попытаемся это все в совокупности, вот эти вот все ценности, сделать какую-то синергию. Что мы выучили у народа? Ну, в Египте мы вообще сформировались, Вавилон нас научил, да, оттуда вышло как бы семя еврейского народа, Абрам и Сапиаков. Потом Укнаны мы научились сельскому хозяйству, культуре, военному делу, хотя посредственно через войны, но все-таки научились. Потом у нас была Греция, Греция научила нас эстетике, философии, спорту, логике и так далее. Это все мы у них научились. Сам Талмуд – это вообще реакция на философию и на логику Греции. Нам надо было с этим как-то противоборствовать, поэтому написали логический Талмуд, потому что до этого у нас был один миф, мифология. Талмуд – это вообще ответ как бы на греческое влияние. Потом у нас был Рим, с которым у нас огромное противоборство, которое до сих пор, можно сказать, не кончилось. И в этом смысле он такой очень сильный противник, и он таким образом опосредованно нас научил тоже некоторым ценностям. Потом мы вышли из Европы. Европа научилась очень многому. Во-первых, во время Ренессанса, возрождения, мы научились там гуманизму, отношению к людям, к женщине, к слабым рядам общества. Там мы научились национализму вообще. Сионизм – это отросток национализму, который был как бы вначале в Италии и так далее. Там мы поняли, что мы нация отдельная, что у нас свои должны быть какие-то амбиции национальные. Это мы научились там. Наука. Вся наука, которая сейчас есть в Израиле, это абсолютно обоснована на науке, которая в Европе. Да, там были еврейские представители, но они научились опять-таки у тех же немцев, итальянцев, французов, англичан и так далее. Идеология. Что идеология вообще должна быть построена и структуризирована. Это мы научились у них в Европе. Первая попытка иудаизма или еврейского представительства дать какую-то мировую идеологию, на мой взгляд, марксизм. Он первый говорил о том, что есть мировая вообще идеология, которая говорит о всем мире. Да, он говорил через термины классов и так далее, но он имел в виду, что это мировая вещь. И это, может быть, был какая-то первая такая проросток того, что евреи хотят влиять на весь мир, как и остальные идеологии тоже, которые там были. И уже исходя из того, что мы получили там, мы сейчас хотим как бы обоюдно внести в общую копилку свои ценности, а не исходить из того, что мы самые умные и так далее. Мы вас всему научим. Много мы научились у них. Сейчас мы должны это гармонично переобработать и, так сказать, вернуть в более развернутом и продвинутом виде. Это было предисловие. А на самом деле, что я думаю, что мы можем дать миру, это именно гармонию между всеми ценностями, сочетание ценностей, регуляция между этими ценностями, баланс какой-то. Если говорить о системе ценностей, как на языке сферот, то это тиферот и мальхуд. Почему тиферот? Тиферот – это гармония у нас, которая взвешивает правильно и дает правильный, так сказать, вес каждой ценности. А мальхуд в смысле того, что то, что написано, что мальхуд лейт ламиди лак лум. У него самой ничего нет, но она вот регулирует и указывает. Это в этом смысле подходит нашему народу как маленькому и незначительному в таких поверхностных или внешних параметрах, но мы как бы внутренне более сильны, и это вот этот мальхуд, как бы это соотнес бы с этим. Поэтому в этом смысле, наверное, наша цель и то, что мы можем дать будущему мировому сообществу, это именно вот эти функции сочетания, гармонии, баланса, регуляции между какими, например, ценностями. Для примера, например, между обязанностями и правами, какие обязанности у человека, индивидуума или у социума, и права его. Вот этот баланс, он очень сейчас актуален. Какой баланс должен быть, как и в Израиле, кстати, актуален, так и во всем мире. Насколько права должны быть сбалансированы с обязанностями. Это первый пример. Второй пример – национализм и универсализм. Мир построен на нациях, но какое отношение между ними, как они должны быть построены, есть какая-то парадигма ООН и так далее, мы должны предложить, может, свою парадигму, которая основана на более глубоких ценностях и на нашей истории. Баланс между мистикой и интеллектом. Это как бы Восток, Запад, можно об этом говорить. Баланс между личным и общим. Баланс между категориями доброты и строгости. Если, например, одна часть более строгая, нация или общество, а другая более добрая, то какой должен быть правильный баланс между ними? Вообще общий баланс материи и духа. Вот эти все вопросы очень актуальны в нашем мире сейчас. И человечество само не справляется, как и мы сами еще не справляемся у нас внутри в Израиле. Мы должны учить сами для себя эти темы и, может быть, помочь миру тоже решить эти все вопросы. Ну, в общем-то, все. Самое первое, что кажется мне важным. Во-первых, еврейский народ может влиять только из страны Израиля. Многое о чем было сказано, оно относится как бы к классической еврейской, классической смысле галутной еврейской традиции, но на самом деле оно не повлияло из галута и не повлияет, я думаю. Может быть, только из Израиля. Хотя, конечно, то, что говорил Гавриэль о том, что мы очень много получили в Леоне других народов, здесь я полностью согласен, но, тем не менее, наша тема о том, что мы можем дать при этом получении. Первое, самое главное, мне кажется, то, что при возвращении в страну Израиля Танах оживает. И вот это, то, что Танах – это живая вещь, а не древность седая, это может совершенно изменить отношение к Танаху. То есть первое, что важнейшее, это новый уровень изучения Танаха. Здесь надо сказать, что я думаю, что огромная доля влияния евреев на мир может быть именно во наших взаимоотношениях с христианством. Взаимоотношения должны быть, конечно, не такие, что мы вас научим. Это должно быть обоюдный диалог. Мы многому учимся сами у христианства и многое даем христианству. И здесь я вижу, что огромные слои христианства уже готовы к этому. То есть когда задавался вопрос, а народу мира вообще это нужно или нет, что-то вы полезли кому-то учить, то ответ – да. Да, есть огромные слои в христианском мире, которые в этом заинтересованы. И это наши первейшие, наши партнеры по диалогу и тому, чтобы мы научились от них, и тому, чтобы мы дали им и влияли через них. И вот этот новый уровень изучения Танаха и новый подход к Танаху кажется мне очень-очень важным. Вторая вещь – это, конечно, Кабала. И также Танах стал всеобщим наследием западной цивилизации. Я думаю, также и Кабала имеет все возможности для этого. И нужно научить по-настоящему преподавать Кабалу народа мира, так, чтобы это не было занудно академически и не было слишком сложно жангрированием непонятными вещами. Потому что такое жангрирование, оно не может войти в культуру. Это только удел отдельных людей, которые жанглируют, но сами не всегда понимают, чем они жанглируют. И в этом смысле разные линии популяризации Кабалы – это просто первые ласточки. Это первый блин, который комом. Они, конечно, уйдут, потому что они слишком ограничены. А вот серьезное предвардание Кабалы, я думаю, очень нужно. Но самая главная, я думаю, самая главная идея, которая есть в Танахе, и которая до сих пор не стала наследием человечества, то есть там суббота, как было уже сказано, и 10 заповедей, и там человек, что он Бабу из Бога, это уже стало наследием человечества. А вот то, что не стало, это то, что вся будничность – это тоже святость. То есть переход из будничности в категорию святости. Что такое святость? Святость – это то, что служит для связи человека и Бога. И в этом плане христианство с самого начала разделило эти области. Ну, классическая фраза Иисуса, что Богу Богову, а Тесарю Тесареву – это только символ этого. Возумеется, Иисус там не это имел в виду, совсем там речь шла про налоги и монеты, но эта позиция, тем не менее, стала очень распространенной и, как бы так сказать, такой базовой для христианского мира. Есть образ светского, есть образ духовного, и духовный, в общем, не очень влезает в светское. Ну, например, там вопросы экономики или вопросы войны, и вопросы государственного устройства, и вопросы науки, не очень-то может, а попытки Средневековья влезать в науку или в искусство, они давно отброшены. Но нужно не диктат светского, то есть не диктат святого будничному, а поднятие будничного до святого. То есть не то, чтобы религия диктовала науке или искусству, а осознать науку и искусство как божественные вещи, как святость. И вот это вот переосознание будничных вещей как святых, вот это есть, безусловно, в еврейской традиции, оно в самом еврействе еще требует оживления, и оно, это оживление обязательно будет, именно потому, что мы по возвращении в страну Израиля только здесь у нас полноценный иудаизм, хотя он разнообразный, и там говорили, что я не знаю, что такое иудаизм, тем не менее, он не должен быть одинаковый, а рамки вполне понятны. Вот этот многообразный иудаизм непременно возрождается совершенно по-другому в стране Израиля. Это еще не произошло, потому что еще возвращение не произошло. Весь народ еще только на середине возвращения, вот это иудаизм на середине возвращения. Тем не менее, вот это перевод вещей из будничного святого, то есть осознание религиозной ценности науки, религиозной ценности искусства, обычного искусства, нерелигиозного искусства, религиозной ценности социальных установлений, религиозной важности законодательства, это вот то, что Боро Хьюсен говорил, и религиозные основы законодательства. Это все мы должны возродить в еврейском народе и передать человечеству. Ну вот более-менее, а отечество-таки да, я думаю, в этом заинтересовано. Сегодня это начинается. Огромные совершенно слои христианства заинтересованы в диалоге с аудаизмом и в изучении еврейских источников. И, конечно, мы должны общаться только с теми, кто в нас заинтересован, но сегодня заинтересованных больше, чем то, что мы можем предложить. То есть, грубо говоря, спрос превышает предложение. Мы не можем пока что удовлетворить тот спрос, который есть реально. И, наконец, последнее, что я хотел бы сказать. Я не помню, с кого это цитата, но была такая фраза, что антисемитизм, то есть, не антисемитизм, а критика Израиля среди народов мира связана с тем, что евреи, вернувшись в Израиль, должны предложить народам новые отношения с Богом. А если мы не предлагаем, то народы мира этим не удовлетворены и поэтому, собственно, и негативно относятся к Израилю. Потому что сам Израиль не выполняет свои функции. Это, конечно, позиция мистическая. Ее невозможно рационально обосновать. Но, тем не менее, она тоже очень важна. И вот в этом смысле нам нужно самим перестраиваться, отвечая на тот запрос, который есть. Так, чтобы наше предложение хоть приближалось хотя бы к тому запросу, который есть сегодня от народов мира. И он очень большой. И вот здесь нам нужно услышать этот запрос, услышать, что им нужно. И мне кажется, что вот тот пункт, который я перечислил, новое изучение Танаха и его оживление в двух смыслах. В смысле изучения и в смысле нашей жизни здесь. Каббала на серьезном уровне, но воспринимаемом народами мира без жамбирования терминологии и трансформация будничных вещей в вещи святые. И эти три пункта кажутся мне самыми главными в нашем влиянии на мир в ближайшие несколько столетий. Все, спасибо. На этом я хотел... Окей. Ну хорошо. Наша как бы официальная часть выполнена. Все докладчики доложили, что они хотели. Правильно? Была некоторая переписка в чате. Мы подошли практически час сорок пять минут. Я, честно говоря, не знаю предоставлять возможность. Если кто-то хочет коротко озвучить что-то или сказать, пожалуйста, поднимите руку в течение нескольких минут. Может быть, мы это скажем, но, по-моему, в рамках той конференции, которая есть сегодня, мы быстренько сделали этот самый маратон и более-менее озвучили. Да, я еще хотел два слова сказать. Все, что мы сейчас говорим, все это мы, конечно, распечатаем, отредактируем, издадим в качестве текста. И на самом деле, я думаю, что не стоит нам сейчас очень сильно затягивать, а вместо этого стоит... Тот, кто захочет, пришлет свои тезисы дальше, и мы сделаем просто еще одну такую конференцию. Но кроме того, то, что Илья Дворкин говорил, что дать каждому лектору, это можно, пусть мы это опубликуем, тот, кто захочет слушать конкретного лектора, мы дадим технические возможности, чтобы это сделать каждому конкретному лектору, который будет в этом зависеть. Окей, мне кажется, мы согласны. Давайте будем относиться к этой конференции как Илья Птиха, а именно это как бы начало разговора, а не возможность излить все имеющееся, а больше как рамка для того, чтобы наоборот собрать, сконцентрировать некоторые материалы мысли для того, чтобы продолжать его дальше. Продолжение следует...